Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня я вам покажу, как я буду черенковать аптению. Аптения варегатная. Ещё иногда называют её мезембриантемом варегатной. Сейчас пришло время для того, чтобы её размножить. У меня в наличии 8 кашпо. Так вот она цветёт. Красными с точками. Очень интересный у неё окрас листвы. Жирная листва, зелёная. Краешек белый и окантовочка розовенькая. Надеюсь, здесь его видно будет. Это розовая окантовочка. Сейчас начинаем снимать череночки. Вот я вам хотела показать. Вот я уже сняла черенок. Даже пусть будет с цветочком. Ещё лучше. Убираем нижнюю листву. Опускаем его в рабочий, подготовленный заранее раствор для укоренения. И сажаем в землю. Раствор для укоренения буду использовать сегодня ради грин. Разбавленный 50 на 50 с горячей. С охлаждённой копячёной водой. Буду делать уже зацел на следующий год. Такого цветочка, как оптения. Цветочки для чистого солнышка. Самое главное не переливать. Не любят это дело. Даже если посмотреть, надеюсь, будет видно на видео. Вот не перелитый. Вот разочек перелили. У него листочки. Немножечко даже структуры другой. Немного уже. Скажем так, чуть-чуть ему не здоровится. В плане полива. Лучше, как говорится, подсушить. Вот такие вот у нас кашпо. С которых мы будем снимать. И уже делать черенки. Вот здесь у меня уже подготовленный ящик. Здесь я уже нарезала. Черенки будут примерно одинакового формата. Сейчас я буду сажать вот так вот ящичек. Вот у меня раствор. Посажу и посмотрим, что у нас получится. Сейчас я сняла череночки. Поставила их на корень. Также, если вы не умеете снимать черенки, не получается, у вас есть и семенной способ размножения оптении. Я внимательно посмотрела в куст и нашла на кусту. Сейчас вам покажу поближе. Вот сейчас отсюда появится цветочек. Потом, после того, как он отсветет, там будет небольшая семенная коробочка, в которой находятся мелкие черные петуни, мелкие черные семена, которые можно потом будет посеять. Я данный метод пробовать не буду, так как у меня, в принципе, неплохо получаются черенки. Ранее я вам показывала, что трудно мне ее было победить, оптению в плане черенкования. Но сейчас я думаю, что все получится. Даже если что, сделаю эксперимент, соберу семена и посеем уже, посмотрим, что будет. Сейчас я укоренила два ящика, больше мне не надо. Потом они будут пересаживаться в стакан, и будет больше, если укореняться. Укоренение долго, более месяца. Будем ждать. А если вам интересно, и появление данного цветочка у меня, я вам расскажу тогда коротко историю его появления. Зашла на сайт, интернет-сайт продаж черенков роса до черенки Селс. Сацуково занимается этим. Это, по-моему, город Михайловка, если я не ошибаюсь, где Ставропольский край. Женщина неплохо, в принципе, все отправляет. Молодец. Созванивается все у нее. Четко нет, пересортится. Я заказала у нее аптене три штуки по январь 2019 года был. Было очень холодно, но вот буквально там неделька была утепель, и она решила нам все-таки отправить посылку. Посылка была почта России. Дошла, в принципе, неплохо. Из трех покупала я по 120 рублей. Небольшой череночек, в принципе, он и выглядел вот таким вот образом. То есть, один небольшой отвод. Пришло три черенка, я заказала по 120 рублей каждый. Так как растение достаточно нежное, я сама пошла на этот риск. Выжила у меня одно растение. Как-то начало только быть дом тепло в балагане в плане того, что пошли солнечные денечки, потому что как бы даже пасмурно, но темно, но пасмурно, но тепло, все равно цветочки так активно не растут. Тут как солнышко начинает выглядывать, в балагане создается микроклимат, благоприятный именно для роста. В геометрической прогрессе начала расти. Очень быстро я начала постепенно снимать черенки. Делала обзор о том, что очень тяжело она укореняется. То есть, я делаю первый раз именно осеннее укоренение данного цветочка. Весеннее оно было под стакан, если вы помните, или смотрели. Если нет, то говорю о том, что я делала их под стакан. Они у меня долго были под стаканчиком, а также на укоренение, на укоренители я сажала. А сейчас я делаю просто без укоренителя. Прошу прощения, с укоренителем, но без стакана. Посмотрим, что получится. Все, с аптенем мы разобрались, будем ждать результата. Спасибо большое за внимание, подписывайтесь на мой канал, будет много интересного.